Детское радио представляет Видимо, невидимо С тех пор, как в лапы огромного лесного тролля попал обломок обыкновенной лупы, жизнь великана полностью переменилась. Здравствуйте! Это я, тролль. В эфире... не прямой эфир. Эту программу вы слушаете в записи. Дело в том, что микроскопическое существо, о котором я хочу рассказать, лучше всего наблюдать ночью. А у меня тут сейчас ночь. И я взял с собой лупу и фонарь. Для того, чтобы найти того, кого мы ищем, надо быть очень внимательными. Ведь это самый маленький хамелеон в мире. Брукезия микро. Он способен так изменять свой цвет, что заметить его практически невозможно. О! Повезло! Вот он. Храпит на том же месте, где я его заметил. Хамелеоны не слишком подвижные существа. Всю ночь они могут просидеть на одном дереве. Хе-хе-хе. Видите, какой махонький? Всего 16 миллиметров. А какое удивительное создание! Сейчас глаза его закрыты. Но открыть до конца он их никогда не сможет. Даже если проснется. Дело в том, что веки хамелеонов покрывают почти все глазное яблоко. Посередине в них есть отверстие для зрачка. Через него хамелеончик и глядит на белый свет. Одновременно он может вращать глазами в разные стороны. О, глядите! Он стал бледно-розовый, как кожа на ладони. Этих хамелеонов обнаружили совсем недавно. Водятся они только на острове Мадагаскар. Это не только самый маленький хамелеон, но и самая мелкая рептилия на планете. При этом он хищник. Во время охоты невидимый зверь замирает и ждет, когда мимо пролетит какой-нибудь беспечный жучок. Завидев добычу, он молниеносно выстреливает клейким языком и... Нет жучка. Это сейчас он такой беспомощный. А видели бы вы его днем? Язык у него в два раза больше его самого. Уже два часа. Я того, спать пойду. Спокойный... Ой, то есть... Доброго вам всем дня. Видимо... Невидимо... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...